Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Сегодня Самарская область – одна из самых маленьких в России. Ее площадь всего 53,5 тысячи квадратных километров. Но историкам, известно, знавала она и другие времена. Повороты в судьбе самого города Самары были весьма крутыми. С 1586 года это была крепость, самарский городок. В 1688 году Самара получила статус города. А через 76 лет, в 1764, его утратила, будучи прописана со всем уездом к Сызрани. В 1780 году стала уездным городом и, наконец, в 1851 городом-центром губернии. Так о самых знаковых событиях в жизни Самарской губернии с начала XIX века до наших дней в преддверии 436 годовщины города я говорю сегодня с Андреем Ивановичем Елисеевым, ведущим библиотекарем краеведческого отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, итак, образование Самарской губернии. Расскажите, пожалуйста, и это очень интересная и, самое главное, ценная информация, я уверена, которая сегодня будет донесена вами, нашим уважаемым телезрителям. Вот расскажите о причинах появления Самарской губернии и, кстати, кто стал ее первым губернатором? Действительно, мы сегодня начинаем наши разговоры со знаковой для Самары темы превращения в губернанский центр. Что такое Самара 1850 года? Это уездный город Симбирской губернии. Но важное событие происходит 1 января 1851 года. Была образована наша Самарская губерния с центром в городе Самары. В состав губернии вошли территории, которые раньше были частью Оренбургской, Саратовской, Симбирской губерний. Собственно, официальное мероприятие торжественное прошло в доме купца Маки в Самаре. Это здание, которое позднее принадлежало Самарскому реальному училищу. Ну, а тогда было арендовано губернским правлением. И вот в этом здании собралась Самарская общественность и был зачитан указ Николая I об образовании губернии. Не случайно Николай I считает отцом Самарской губернии, потому что он инициировал, собственно, появление Павловской губернии. Он подписал этот самый судьбоносный указ. Ну, а каковы же причины предпосылки появления Самарской губернии? В первую очередь, это, конечно же, рост экономического значения Самары в этот период времени. Прежде всего, связанный с товарным производством зерна, с развитием хлебной торговли. Не случайно Самару во второй половине 19-го, начале 20-го века называют столицей хлебной торговли. Здесь совершались крупные сделки по продаже зерна. Ну, а, скажем так, вторая предпосылка, это, конечно же, чтобы эффективнее управлять территориями. Не случайно я назвал территории, которые были, скажем так, изъяты из ведомо других губерний. То есть, разукрупнение существующих единиц административных и создание новой административной единицы в виде Самарской губернии. Первым губернатором наших стал Степан Григорьевич Волховский. Он, собственно, заложил или начал закладывать основы управления губернией, аппарат управления губернией. А вот продолжил его дело, самарцам намного больше известная личность, это Константин Карлович Крут. Наш второй губернатор самарский. И его вклад в развитие города, он действительно, и в развитии нашей губернии, он действительно велик. Дело в том, что при нем, да, там можно перечислять долго, но при нем появились мужская гимназия, театр, первая сберкасса, телеграфная контора. При нем даже появилось первое освещение, что уж говорите. Конечно же, также Пастеровская станция, наша областная библиотека, собственно, ведет свою историю именно с этих времен. Ну и Константин Карлович, он запомнился тем, что активно боролся за взяточество. И вот у него, наверное, была такая характерная черта, он пытался регламентировать многие стороны жизни. Вот, например, очень любопытно попался мне материал в губернских ведомостях, Самарской губернской ведомости, это одна из наших старейших газет. И вот там был опубликован документ, рассказывающий, как вести должностным лицам себя, когда в ваш, например, уезд приезжает губернатор. И там было сказано о том, что не нужно сразу ехать к нему навстречу, а нужно приезжать только по приглашению. Вот такая вот небольшая деталь рассказывающего личности Гротова. Я попрошу еще раз, вы так захватывающе рассказываете, а давайте уделим немного внимания еще одному губернатору, очень знаковой личности, Петру Алабину. Да, расскажите о нем, вот может быть у вас есть в запасе какие-то интересные факты, вы сказали, что свет, да, а при Алабине, если мне память не изменяет, в губернии появился первый водопровод. Дело в том, что иногда у нас самарцы очень часто путают и называют Алабина губернатором, но он не был нашим губернатором, он был городской главой. Городской главой, да. Да, городской главой, его роль в развитии города действительно большая, водопровод, и даже сыграл большую роль он и в становлении нашей библиотеки, поэтому, конечно же, личность она знаковая для нашего города. Ну хорошо, именно под Самарой открылась первая в мире кумысо-лечебница. Расскажите, пожалуйста, почему она стала так знаменита, что сюда приезжали даже со всей Европы? В 1858 году действительно в Самаре открылась первая, кто называет в мире, кто называет в Европе кумысо-лечебница, но здесь важно оговориться с применением научной методики, то есть на научной основе. То есть кумысо-лечебница существовали и до появления кумысо-лечебницы Постникова, а вот на научной основе она стала первой. И здесь стоит немного сказать о самом Несторе Васильевич Постникове. Кто это такой? Это доктор медицины, получивший прекрасное образование, окончил Московский университет, стажировался за границей, и вот он заинтересовался целебными свойствами кумысо. Что такое кумысо? Это такой кисломолочный напиток, создаваемый на основе кобыльевого молока. И вот он, соответственно, заинтересовался целебными свойствами и решил переехать в степную Самарскую губернию, переезжает сюда и открывает здесь, кстати, при непосредственном участии Константина Карловича Грота, упоминаемого нам сегодня, кумысо-лечебницу Нестора Васильевича Постникова. Собственно, начиналось у нас, представьте, с нескольких башкирских юрт, а уже к 1875 году уже имело более развитую инфраструктуру, и там лечилось до 150 человек, могло лечиться. Причем Нестор Васильевич, он изучал целебные свойства кумысо, он, конечно же, помимо того, что лечили от туберкулеза, конечно же, он дополнял лечение кумысом воздушными ваннами, лечебной физкультурой, то есть здесь можно было пройти такой комплекс восстановительных процедур. Да, и сюда приезжали лечиться не только со всей России, но приезжали и, как вы правильно сказали, из стран Европы, это Франция, Германия, Италия, Португалия и так далее. Но стоит сказать, что в целом на самарском кумысе лечилось много известных людей, ну, например, там лечился известный наш писатель Лев Николаевич Толстой. Ну, а сегодня для самарцев, конечно же, кто проезжает на общественном транспорте, слышит «Остановка постников оврат». И это то самое место, да, абсолютно точно, там и располагалась кумыс-лечебница Нестора Васильевича Постникова, которая вот вошла в историю. Скажите, ну, а сейчас при таких технологиях почему не возобновить вот подобное заведение, на ваш взгляд, это же ведь мало того история, и до сих пор кумыс ведь не утратил своих полезных свойств. Безусловно. Ну, стоит здесь сказать, во-первых, о том, что наша медицина, конечно же, шагнула вперед по сравнению с 19 века. Никто же не говорит о том, что кумыс утратил свои свойства. Это, мне кажется, равносильно тому, что говорить, что чай с малиной, да, он какое имеет полезное свойство, да, и ним же тоже люди лечатся. Но это не отменяет того, чтобы использовать, например, по назначению естественного врача какие-то химические лекарства, таблетки, там, еще какие-то лекарства. Да, это не отменяет. И, конечно же, и в борьбе с туберкулезом наша медицина шагнула вперед, поэтому есть какие-то, конечно же, такие элементы, как, например, лечение кумысом. Но все-таки, все-таки надо понимать, что сейчас просто другой уровень. Да, мы живем в другое время, в другое время, в другом веке. И снова с вами я согласна. Ну, хорошо, Самарская публичная библиотека, ну, вы знаете, в Самаре, я в рамках нашей программы очень часто общаюсь с вашими коллегами-библиотекарями, и я с уверенностью могу сказать, что в Самаре народ читать любит и любил всегда. Но как вы считаете, вот все-таки любовь к книге во все времена определила и открытие библиотеки тогда? Я скажу, что, конечно же, вот наша библиотека появилась в 1860 году, это Самарская общественная библиотека, ныне это Самарская областная универсально-научная библиотека. Вот оттуда она ведет свою историю. Но я как объясняю появление библиотеки, почему она была особенно необходима. Дело в том, что сейчас вот мы как черпаем с вами информацию о новостях, да, даже. Вот мы, кто-то смотрит новостные порталы, кто-то смотрит телевидение, да, кто-то смотрит телевизор, смотрит новостные выпуски, кто-то смотрит газету. Посмотрите, какой разные ресурсы получения этой самой информации. А вот представьте, середина 19 века нет интернета, нет телевидения, и, конечно же, нет радио, и, конечно же, главный источник информации – это печатное слово. Газеты – это источник информации о новостях, а если нужны какие-то справочные инциклопедические издания, они, конечно, прежде всего хранятся в книгах. И вот, когда наш город получил губерновский статус, что дало мощный импульс развития, конечно же, без библиотеки городу было невозможно, потому что потребность в информации была колоссальной. И поэтому уже стало понятно, что нужно обязательно библиотеку основы. И здесь тоже свою лепту сыграл Константин Карлович Грод. Он разослал письма в различные учреждения российские своим знакомым с просьбой помочь. Кто-то присылал книги, кто-то присылал материальные пожертвования. Сами Самарта собирали, соответственно, делали пожертвования на открытие библиотеки. И 1 января 1860 года общественная библиотека у нас в Самаре открылась. И будет, мне кажется, интересно сравнить, что начиналась ее история... Какое количество книг было? Фонд. Фонд насчитывал около 800 изданий, чуть больше. Ну вот представьте, у некоторых сейчас, наверное, личная библиотека насчитывает намного больше книг. Ну и тем более будет интересно сравнить с современным состоянием. Сегодня у нас областная библиотека одна из крупнейших во всей России. Ее фонд насчитывает... Там было 800 книг. Сейчас он насчитывает более 4 миллионов единиц хранения. Андрей Иванович, а скажите, а что-то сохранилось вот именно с первого дня открытия библиотеки, вот когда приносили первые книги, и вы сказали, что 800 экземпляров было тогда, вот на сегодняшний день. Можно, я понимаю, что прикасаться, конечно же, нельзя, но хотя бы посмотреть, может быть, почитать или ознакомиться с первоисточниками? Да, конечно же, у нас сохранились вообще библиотека, хранения книги и не только там 19-го, 20-го, 21-го, 18-го, 17-го века и ранее. И если вас интересуют старинные книги, то, конечно же, вам нужно обратиться в отдел редких книг нашей областной библиотеки. Он, собственно, так и называется, где можно с этими книгами поработать. Там вы, собственно, можете найти книги, которые, в свою очередь, в разное время передавались областной библиотеке. Что можете сказать сейчас? Насколько востребована библиотека ваша? Какие читатели ходят? Какая аудитория и все-таки молодежь сейчас читает? Конечно же, вот сейчас, мне кажется, существует несколько таких мифов, которые нужно развеивать. Миф первый о том, что некоторых осталось представление о библиотеке, что это место, где только лежат книги, где, соответственно, какая-нибудь, я вот по чужим мифам иду, какая-нибудь там старенький пожилой работник выдает эти книги. Вот какое представление осталось. Но сегодня, друзья, библиотека – это такой мощный, крупный информационно-ресурсный центр. Помимо того, что, конечно же, у нас остаются публикации, без них никуда, конечно же, публикации на разных носителей, у нас есть электронные ресурсы. У нас есть прекрасный сайт, на котором, соответственно, многие электронные ресурсы расположены. Вы можете дистанционно их использовать, даже не посещая библиотеку, или зарегистрироваться, пройдя определенную процедуру. У нас проводятся мероприятия, большое количество лекций, выставки. И при этом даже вот в сентябре планируется проведение фестиваля «Время читать». Я, собственно, всех приглашаю. Вот, собственно, там вы можете проверить еще, как у нас самарцы любят читать. Вы увидите большое количество мероприятий, большое количество людей, которые действительно влюблены в чтении и в литературу. Я добавлю, еще в библиотеках проводятся мастер-классы, читки пьес, постановки, очень много мероприятий. Ну а потом, опять же, у нас в Самаре несколько моделей, библиотека. Это тоже говорит о многом, что библиотеки на сегодня востребованы. Ну что же, перейдем к самарскому земству. Значительную роль в развитии местного самоуправления сыграли вот как раз земские учреждения. Когда в Самаре открылось первое губернское земство? Дело в том, что 28 февраля 1865 года в Самаре открылось первое губернское земское собрание в Российской империи. Эта дата знаменательна для нас, для всей нашей страны. Но здесь нужно начать с того, что период реформ императора Александра II вышел в историю как период великих реформ. Всем нам известно о том, что его реформы существенно изменили различные стороны жизни и определили будущее развития нашей страны. Какие это великие реформы? Это крестьянская реформа, это военная, судебная. И одна из них – земская реформа, по которому создавались земства новые органы самоуправления. И я вам скажу честно, что изначально Самара не планировалась как место, где будет открыто первое губернское земское собрание. Здесь история несколько прозаична. Дело в том, что собрание было намечено на весеннее время 1865 года, когда с различных мест, с различных уголков губернии должны были съехаться представители в Самару, соответственно, на это собрание. Но эти представители просто забоялись, что весеннее распутится, не позволит им добраться до города и принять участие в собрании. Поэтому они обратились к губернатору Мансурову с тем, чтобы перенести собрание на более ранний срок, пока, скажем так, еще можно проехать по зимней дороге. Абсолютно точно. Тот обратился в вышестоящие инстанции, к Министерству внутренних дел, и те дали разрешение. И так получилось, что действительно 28 февраля 1865 года в Самаре состоялось первое губернское земское собрание. В Российской империи такая вот самарская распутница вывела нас на столбовую дорогу земского развития. Но тут стоит еще сказать о том, что, конечно же, эта новость, она вызвала интерес не только среди самарской общественности, а перепечатываясь информацию о первом земском собрании, потому что интерес был у всей России колоссальный, даже в центральных газетах. Поэтому это было такое время, когда Самара выросла, скажем, на первой полосы газеты, благодаря этому событию, вырвалась. Но если в целом говорить о земствах, об этом уже много кто подчеркивал, это о том, что они сыграли большую роль в развитии образования, здравоохранения, культуры и других сфер губернии. Открывалось большое количество школы не случайно. В 1872 году в Самаре, я вот напомню, открылась школа земских учительниц. А почему она открылась? Земство открывали большое количество школы, а без кого школу невозможно представить? Конечно же, без учителя. Даже если вы обеспечите инфраструктуру, учитель необходим. И поэтому вот эта школа земских учительниц, она готовила кадры для земских школ, соответственно. И они потом там, в этих школах работали. Но и в целом, если говорить по статистике, если говорить, конечно же, серьезно, то Самарское земство занимало лидирующие позиции по всей Российской империи. Изначально как оставило за собой первое место, так и продолжало держать это знамя впереди. Кстати, о знамени. Вот какие интересные факты можете рассказать о Самарском знамени? И почему это все-таки считается масштабное событие в истории губернии? Самарское знамя, тут историю можно начать немножко чуть раньше. Надо сказать о том, что у нас в 19 веке наши братские славянские народы находились под ноги под властью Османской империи. И там периодически вспыхивали восстания. Российская империя их поддерживала. И когда в очередной раз, в 1876 году, вспыхнуло восстание в Болгарии, помимо всей прочей помощи, да, было решено отправить символ единения славянских народов. Само знамя заказали монахиням Иверского женского монастыря, нашего известного. Собственно, на территории монастыря были десятки мастерских. И вот монахиням монастыря по эскизу художника Николая Симакова вышли это самое знамя. С одной стороны, там были изображены первоучители Кирилл и Мефодий, а с другой стороны, иконы Иверской Божьей Матери. И вот это знамя через всю нашу страну отправилось болгарским ополченцам, проехало через всю эту страну, вручено было болгарским ополченцам, участвовало в боях и сохранено до сегодняшних дней, сохранится в Болгарии, как настоящая реликвия болгарского народа, я бы сказал, как реликвия единения славянских народов. Нам же они, в свою очередь, подарили несколько копий. Например, одну вы можете посмотреть в музее имени Алабина. Ну, а в советские годы вообще отношения между Болгарией и Россией, собственно, укреплялись. И, например, в советские годы между городом Куйбышевым, это Самар, как у нас тогда называлось, и городом Старозагора установились отношения городов-побратимов. У нас даже до сегодняшнего дня есть улица Старозагора, кинотеатр, шипка и так далее. А, например, в городе Старозагора есть, например, улица Самарского знамени. Вот такие вот отношения. Александровский мост и Пастеровская станция. Вот о чем стоит сказать отдельно и какие интересные факты истории можете нашим уважаемым телезрителям рассказать? Вот Александровский мост, конечно же, стоит сказать, что это колоссальное, колоссальное инженерное творение. Вторая половина 19 века вошла в историю, как такой бум железнодорожного строительства в нашей стране. И именно в это время через наш город проследовала сначала Оренбургская железная дорога, потом Самара-Златоустовская железная дорога, которая связала, по сути, Урал, Сибирь, Среднюю Азию, собственно, с центральными районами нашей страны. И в один момент получилось так, что по двум странам Волги уже была проложена железная дорога. И возникали трудности какие? Если груз, например, идет по одной стороне, то он доходит до Волги, дальше перегружается на баржу, если, соответственно, это летнее время, или, если зимой, то, соответственно, по льду, передвигается на другой берег и снова грузится на вагоны и продолжает, соответственно, путь. Как вы понимаете, возникает некоторая трудность. Ну, конечно. Временные как минимум. Да, но Волга у нас достаточно большая река, и поэтому строительство моста через нее потребовало большого инженерного искусства. В итоге, после нескольких лет строительства, в 1880 году был официально открыт железнодорожный мост через Волгу, который был назван Александровским. Почему? Император Александра II, он был открыт в день теза именинства императора. Сейчас он называется Сынзранский мост, собственно, многим самарцам, наверное, и жителям губернии известен. Так вот, он тогда был одним из крупнейших в Европе, более 1,2 километра. Был он одной колеи, и по двум странам этой колеи находились пешеходные пути. Конечно же, зарубежные, помимо того, что российские, естественно, зарубежные технические журналы сразу же дали описание этого моста, называя его инженерным чудом, называя его, на самом деле, шедевром русского инженерного искусства. Оно так и есть. Собственно, автором этого проекта был инженер Белилюбский. И здесь, конечно же, стоит сказать о том, что мост, он впечатлял, вот он сейчас впечатляет, если его проезжали по железной дороге, хотя он сейчас уже перестроен, но тогда он тоже впечатлял современников. И те, кто плыл по Волге, соответственно, некоторые его связывали с такой ориадненной нитью, перекинутой между берегами Волги, которым говорили, что очень мало найдется таких примеров подобных сооружений во всем мире. Сам Николай II, наш император, он, когда путешествовал по России, он не отказал себе в возможности прогуляться по Александровскому мосту. Он это делал дважды, когда приезжал, соответственно, и когда возвращался, прогулялся по этому мосту и сделал записи в своем дневнике. Пожалуйста. Касательно Пастеровской станции, это тоже очень важное событие. Действительно, в 1886 году, в июле в Самаре открылась первая на территории современной России, это очень важно, Пастеровской станции. Все началось с того, что в 1885 году французский ученый Луи Пастер сделал первую прививку от бешенства, или как тогда эту болезнь называли водобоязнь по симптоматике. И в это время стали открываться по миру различные такие Пастеровские станции, где, соответственно, делали прививки. И когда у нас в марте 1886 года одного из Самарцев юного мальчика укусила собака, стали думать, что делать. То есть, здесь вопрос более глобальный. То есть, понятно, что это не последний укус, не первый, не последний. Что делать? Нужно отправлять больных лечиться в Париж каждый раз? Или отправлять другие Пастеровские станции? Или же попытаться открыть Пастеровскую станцию здесь, в лаборатории? И было решено, помимо того, что, естественно, мальчика отправить в Париж, потому что ему нужна была, необходима была уже срочная помощь, с ними отправились двое самарских врачей. они, соответственно, очень плодотворно изучали, скрупулезно изучали, соответственно, методику, технологию создания вакцины, методику, соответственно, прививки. Пастер им все рассказывал, показывал, и потом дал добро на открытие в Самаре Пастеровской станции. И в 1886 году, в июле, такая станция Пастеровская появилась. И так как она была, ну, немного еще было Пастеровских станций, то, конечно же, она имела межрегиональное значение, то бишь, обслуживала пациентов, по сути, со всей восточноевропейской части нашей страны, да даже из Китая приезжали некоторые пациенты, что уж говорить. И Пастеровская станция сыграла важную роль. Но, здесь стоит отметить, что связи Пастера из самарских ученых, самарских медиков, они не прекратились на этом. То есть, они ввели переписку, естественно, обменивались научными результатами, опытом, самарской станции, да? Да, да, да. И опыт самарской станции Луи Пастер использовал для своих докладов, для своей, соответственно, научной деятельности. Нам он в такой жест доброй воли, можно сказать, отправил в подарок свой фотопортрет и бюст. И до сегодняшнего дня они хранятся тоже в музее Лабина. Их можно увидеть. И даже, по-моему, на сайте музея есть фотографии этих самых экспонатов и небольшая справочка о них. Ну что же, а мы с вами верно перешли к 20 веку. Куйбышев, запасная столица, конечно, отдельная история города и региона, и многие факты известны на зубок. Ну, а что бы вы могли рассказать о чем, вернее, о том, о чем не знает обычный житель? На самом деле, вот Куйбышев, запасная столица как тема включает немало значимых событий под собой, да, включает в себя немало значимых событий. Стоит сказать, что с осени 41-го года и, по сути, до 43-го года, середины 1943-го года Самара стала второй столицей нашей страны. Сюда были эвакуированы дипломатические миссии, правительственные учреждения, партийные учреждения. Сюда эвакуировались промышленные предприятия. Здесь стоит назвать только, например, заводы авиационной, отрасли, которые в короткий срок смогли здесь, на Самарской земле, развернуть производство самолетов, в том числе и знаменитого штурмовика времен Второй мировой войны Ил-2, памятник, который у нас сейчас стоит в Самаре. Сюда же эвакуировались, помимо предприятий, сюда же эвакуировались и деятели культуры, учреждения культуры, например, у нас Большой театр располагался сейчас в здании, которое занимает театр оперы и балета, а знаменитый композитор Дмитрий Дмитрий Шостакович именно в Куйбышеве дописал свою седьмую Ленинградскую симфонию, премьера, которая состоялась 5 марта 1942 года у нас в Куйбышеве. Здесь же прошел знаменитый парад 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции на площади Куйбышева. Здесь был построен, наверное, самый секретный объект времен войны в Куйбышеве, бункер Сталин, так называемый. Это вот немалая часть лишь тех самых таких известных дат. Но касательно вашего вопроса, какую вот дату я бы назвал, я не скажу, что эту дату мало кто знает, но она, мне кажется, интересна, и тем более в этом году, мне кажется, об этом стоит сказать, можно сказать еще раз. Я говорю о чем? Дело в том, что сюда с заводами были эвакуированы рабочие. И в 1942 году было решено создать на базе рабочих, которых, соответственно, занимались футболом, были футболистами, естественно, с привлечением местных воспитанников в футбольную команду «Крылья Советов». И 3 мая 1942 года эта футбольная команда провела свой первый официальный матч. Так начиналась история главной губернской футбольной команды. Стоит отметить, что, конечно же, в газетах тех лет, может быть, сейчас кто-то, соответственно, обратится к ним или, соответственно, публикациям тех лет, вы не найдете упоминаний «Крылья Советов». А все почему? Потому что «Крылья Советов» говорит об авиационной отрасли. И чтобы, если, например, к противнику попадала газета наша, чтобы никакого намека даже не было на размещение авиационных предприятий в Кубише. Поэтому футбольная команда называлась чаще всего по имени капитана. Совсем немного времени у нас с вами осталось, но, конечно, я хочу, чтобы вы какие-то вот краткие вехи этого события обозначили. Первый полет человека в космос. Действительно, Самара унесла большой вклад в развитие космического, отечественной космонавтики. И история началась еще в 1958 году, когда вышло закрытое постановление о начале серийного производства ракеты «Р-7», это такая баллистическая ракета, соответственно, на кубишевских предприятиях. Собственно, в короткие сроки это производство было налажено под руководством известного инженера Дмитрия Ильича Козлова. И, соответственно, в 1961 году, 12 апреля, состоялось историческое событие. Впервые в истории человечества гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой исторический космический полет. А первые две ступени ракеты-носителя «Восток», на котором он совершил этот полет, были созданы на нашем авиационном предприятии «Прогресс». К тому же, когда он вернулся сюда на Землю, его доставили в Куйбыш, где он проходил постполетную реабилитацию, так называемую «Обкомовская дача на первой просеке», или как ее позднее прозвали «Домик космонавтов» или «Домик Гагарина». Ну и завершая программу, давайте вспомним одно из ярчайших событий века уже этого. Это чемпионат мира по футболу. А вот, Андрей Иванович, что лично запомнилось вам? Ну, на самом деле, чемпионат мира прошел буквально недавно. У каждого своя история, наверное, связана с этим мероприятием. Мне отрадно, что Самара стала одним из городов-организаторов этого крупнейшего футбольного фестиваля. Я скажу, что мне, кажется, таким знаковым символом этого футбольного турнира стал стадион «Самарарин». Потрясающий стадион. Я сам, собственно, бываю на футбольных матчах, очень комфортно наблюдать за футболом на этом стадионе, но о внешнем убранстве, если вы присмотрите, что он напоминает? Он напоминает космическую тарелку, отправляя нас к космической тематике. И я смотрел снимки, вот если будет у вас желание, вы тоже можете посмотреть в интернете или же прогуляться в туманную погоду около стадиона «Самарарина». Дело в том, что туман окутывает землю и кажется, что тарелка парит в воздухе, зависла над Самарой. Потрясающий вид, потрясающий стадион, который будет, естественно, нам напоминать об этом футбольном празднике. Потому что мы живем в самом потрясающем городе. Безусловно. Спасибо вам большое за очень интересный факт. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Всего хорошего. До свидания. И любите свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова